Крючика, с вами Крукс, вы по-любому хоть раз убивали противников в тачке и признаете, эмоция такого достаточно приятная. Сегодня я вам покажу парочку интересных фишек для карфрагов, которых вы вряд ли знали. Перед всем этим хочу сказать, что я провожу розыгрыш на целые три хаты в гетто на сервере Сампропы Легаси. Я, конечно, не миллионер, находятся они не в центре гетто, но все же купить по квартирке каждому я в силе. Я вообще хочу сделать это место нашей респой, как, к примеру, у Фомы Бонус, у них, конечно, дома находятся в самой пизде, а вот тут куда удобнее. Сразу и в доме появитесь, да еще и свою тачку купить можете и на капт ездить. А то, признайте, всех уже заебало ждать эту мясовозку на капте. Поэтому, чтобы участвовать, поставьте лайк на этот видос, подпишитесь и оставьте комментарий в виде своего ника. Таким образом, вы автоматически станете участником этого розыгрыша. Итоги подведу уже к следующему ролику с проекта Сампропе. Итак, начнем с самого интересного. Запомните, что когда чел находится в тачке, то практически каждая часть его скина не будет пробиваться. Ноги, живот, руки, все это бесполезно. Пробиваться будет только голова. Поэтому старайтесь стрелять капельку ниже от его полоски ХП и желательно в серединку, то есть именно в то место, где находится его голова. Далее вы, скорее всего, замечали, что когда человек только выходит из машины, его никак не пробить. Но это не совсем так. Когда он вылезает из тачки, то впритык пробить вы его не сможете. Но если он только входит в тачку, то наоборот пробива будет работать. Кстати, интересный факт. Игрока нельзя пробить впритык, если он выходит из тачки. Но если мы будем стрелять ему вбок в момент, когда он только начнет выходить, то один выстрел будет засчитан. Теперь о дистанс баге. Сейчас осталось мало серверов, где работает пробива зигла на дальних дистанциях. К примеру, на РДСе дистанс работает на все 100. А вот на СамПРП игрока вы никак не пробьете с такой дистанции. Но есть один лайфхак. Если чел находится в тачке, то вы сможете по нему попасть с любого расстояния. И это отлично работает на СамПРП, можете попробовать сами. Исключением может послужить, если чел находится в моцике. Пробить на большой дистанции вы его уже не сможете. Теперь по поводу мясовозки. Когда игрок с нее спрыгивает, то скин начинает сразу разносить во все стороны. И неизвестно, где приземлиться игрок. Но мы заметили кое-что. Когда игрок спрыгивает с мяса, то его скин телепортируется по той же траектории, по которой едет тачка. Но это нам ничего особо не даст, так как попасть в игрока, который двигается такими телепортами, почти нереально. Тут работает только один простой совет. Если на вас едет мясо, то постарайтесь как можно быстрее и больше выстрелить с цебага по цели. И возможно вам повезет, и вы сделаете парочку фрагов. Ну и самое главное правило в крутых карфрагах, это иметь реакцию и отлично чувствовать свою сенсу. Знать в какой момент нужно выстрелить и ясно дело держать прицел на противнике. Это приходит с опытом, но если вы горите большим желанием делать карфраги, то позовите того же своего гента, чтобы он прокатился на моцке или тачке мимо вас. Пускай заранее он возьмет ремкомплекты и хилки. Самое простое это попадать впритык, а не сбоку. Так куда проще. Кстати на САМПРП я провожу очень часто мероприятия в виде стрелялок, то есть каждый из вас сможет испытать свою схилуху. Иногда провожу мероприятия в виде рейда на базу, то есть я выдаю одной команде тачки, а другая команда эту базу защищает. Таким образом появляется некое разнообразие на САМПРП. Давайте я сейчас проведу что-то подобное. Для этого я открыл телепорт и сейчас будем смотреть сколько людей присоединится к нашему мероприятию. Вы чё? У ёбки я свой? Фрики бля. Заебись я конечно поучаствовал в мероприятии, но ладно, обидно. Короче в моей команде оказались крысы, но ладно, не будем расстраиваться. На своих стримах и следующих роликах я обязательно проведу более топские мероприятия. Я надеюсь главная мысль вам ясна, ставьте лайки, подписывайтесь, ну а я попердохал, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok